В год 25-летия эхо. Я сейчас езжу по регионам, где есть эхо, в том числе эхо Оренбурга. Я не был никогда в Оренбурге, первый раз в жизни. Надо же было до 60 лет дожить и не добраться сюда. Теперь добрался. Думаю, что я не одна из оренбургцев, которая обращается, как и в Москву. Обычно я включаю радио, когда в мире происходят резонансные события, такие как террористические акты, что происходит в последнее время, мы видим. Я включаю это радио для того, чтобы услышать плюрализм мнений, которые предоставляет радиоплощадка. Венедиктов не скрывает, что в журналистику попал случайно. Перед тем, как стать главным редактором, он 20 лет проработал учителем истории в обычной школе. Когда мои друзья открыли в 90-м году радиостанцию «Эхо Москвы», они искали человека, который мог бы брать интервью. И поскольку это был август, они сказали, послушай, мы никого не нашли, а ты школьный учитель, ты у доски всегда вытащишь человека на тройку. Ты знаешь, как задавать вопросы. Поэтому ты поработай, тут у нас две недельки. Я зашел на две недельки и остался на 25 лет. Что-то мне в нем нравится. По крайней мере, он журналист, он мой коллега, и у него тоже можно чему-то поучиться. Мой совет, я это самое говорю своему 15-летнему сыну, поэтому я не лицемерю, а говорю вам абсолютную правду. Если вы чувствуете, что вы в какой-то области сильны, культивируйте именно эту область, не подтягивайте остальные. Не надо все, не сможете все. Вторая, всего будет три. Вторая история. Вторая история заключается в том, что каждый человек, у которого есть аккаунт в социальной сети, является протожурналистом или недожурналистом. Предположим, у вас есть, я не знаю, твиттер, и у вас там есть 15 человек. И вы здесь пишете, сегодня в Оренбурге прошла гроза. Что вы сделали? Вы сделали журналистскую работу. Вы для своих 15 подписчиков, а это подписчики, да, распространили информацию о погоде. Может, у них не было времени выглядеть в окно, может, они сидели в окно, они только проснулись. Но вы выполнили работу журналиста. Наконец, третья и последняя. Значит, мы с вами переживаем сейчас вторую цифровую революцию, которую мы проспали. Как работает материал? Упрощаю. Известный журналист написал статью Вашингтон-Постом. Статья берется, перерабатывается полностью для интернета, потому что в интернете другое потребление. Коллегия решила, что это очень важно, начинает раздергивать эту тему на социальной сети. Это делают третьи люди, третья редакция. Диалог получился очень конструктивным и полезным, в первую очередь, для студентов. Он рассказал о новых трендах, о интересных историях, которые ожидают нас в работе. В каждом городе я встречаюсь со студентами, с представителями главных редакторов, с представителями медиа, с представителями бизнеса, с политиками. Надо понять, чем дышит страна. Эта неделя запомнится Оренбургу визитом еще одной интересной медиаперсоны. 11 декабря профессор школы журналистики Колумбийского университета. Джианина Сиджнини будет гостем, а также выступающей на бесплатной лекции, где оренбургские СМИ поделятся своим опытом. Начало мероприятия в 15.00 по адресу Красная площадь 1Б. Наталья Громаковская, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.